Разгул бандитизма в России привычно ассоциируется с эпохой лихих девяностых. Однако жестокие банды, державшие в страхе советские города, встречались и прежде. Причем своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились на руинах СССР. И сегодняшняя история прекрасное тому подтверждение. В этом видео речь пойдет о самой жестокой банде в истории Украинской СССР, которую сколотил пожарный Сергей Данильченко. Своих жертв преступники пытали раскаленными утюгами и не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Но самым страшным их оружием были кулаки главаря, который за мощные удары получил прозвище «Кувалда». Итак. Свой криминальный путь Сергей Данильченко начал сразу после окончания школы в родной Горловке Донецкой области. В конце 1970-х он совершил первое разбойное нападение и попал за решетку. На зоне Данильченко получил прозвище «Кувалда». Еще школьником он посещал секцию каратэ, где отточил навык удара сокрушительной силы. Нокаутировав на зоне несколько неприятелей, Сергей получил репутацию беспощадного отморозка, которого побаивались даже блатные зэки. Вскоре за первым сроком Данильченко последовал второй. Вновь за разбой. На свободу 22-летний Кувалда вышел в 1984 году одновременно с другом и сокамерником Валерием Герасченко. Именно он уговорил Данильченко вместе поехать в его родное село Шабо в Одесской области и там ограбить пожилых соседей-стариков. Сергей и Нина Амбарли долгое время вели большое хозяйство, поэтому Герасченко предположил, что они успели накопить хорошие деньги, возможно, несколько десятков тысяч рублей. Сергей. Приехав в Шабо, подельники сначала пили неделю, а затем пошли на дело. В дом Амбарли они постучались посреди ночи, напугав хозяев. Но, заметив знакомое лицо Герасченко, Сергей Амбарли не заподозрил подвоха и впустил разбойников в дом. Данильченко одним ударом убил хозяина, сломав ему шею ребром ладони. Удар у Данильченко был не просто мощный, мощнейший. Других и не нужно было. Хозяйка в это время была в соседней комнате. Она все слышала, но не могла ничего сделать. Из-за болезни она была уже несколько лет прикована к постели. Немощное состояние жертвы не остановило преступников. Сначала Данильченко переломал женщине все ребра, а затем стал прижигать ей лицо раскаленным утюгом, чтобы заставить ее рассказать, где лежат сбережения. Как оказалось, все это было напрасно. Весь капитал супругов Амбарли составлял скромные 300 рублей. Взбешенный этим Данильченко приказал Герасченко добить Нину, как ненужного свидетеля. Но бандит так и не смог этого сделать. Он симулировал перед подельником, что душит пожилую женщину и тем самым спас ее. Позже Герасченко расскажет следователям, что Нина Амбарли относилась к нему хорошо, когда он был еще ребенком и угощала сладостями, поэтому он просто не смог расправиться с ней. В этот же день разбойники уехали в Горловку, но долго их тандем не продержался. Данильченко узнал, что Герасченко оставил свидетельницу в живых и стал относиться к нему с недоверием. А Герасченко начал подозревать Данильченко в том, что тот собирается его убить и сбежал из города. Вскоре после этого Данильченко удалось получить должность старшего пожарного в части номер 81. Туда не брали бывших уголовников, тем более рецидивистов. Но новоиспеченный сержант Данильченко об этих эпизодах своей биографии умолчал, а отдел кадров при этом проявил удивительную халатность, не проверив данные новичка. К слову, именно из-за этого коллегой Данильченко оказался еще один матерый рецидивист – Геннадий Житник по кличке Хлыст. Но если бы ими занялись куда плотнее и изучили их историю, знакомство этих двоих могло и не произойти. Поэтому очень важно изучать историю, а еще более важно историю нашей страны. Погрузить в историю поможет канал «Факультет истории» с его лектором Владимиром Мединским. Сегодня вышло их новое видео про историю русского казачества. Как и откуда появилось название казаков? Как сформировалось казачество? Какой национальности и веры были казаки и почему они не хотели служить полякам? Почему миф, созданный при нацистской Германии, на деле всего лишь миф? Какое отношение имеет запорожское казачество к современному южному соседу России и почему оно приняло подданство русского царя? Переходите по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Только правдивая история с информацией из проверенных источников. Работа в пожарной части была ведомственной. В ОВД, проверяя и Данильченко и Житника, должны были обратить внимание на их судимости и не допустить их к этой работе. Но вышло как вышло. Бывшие зэки быстро нашли общий язык и в сентябре 1985 года отправились в совместный отпуск в Сочи. Там они решили напасть на местную жительницу, которая сдавала туристам комнаты в своем доме. К пенсионерке, живущей на Демократической улице, бандиты явились под видом арендаторов. Убедившись, что в доме никого нет, они достали ножи и потребовали, чтобы женщина отдала им все сбережения. Испуганная пенсионерка выдала весь доход за сезон – 3700 рублей, прося лишь об одном – пощадить ее. Но разбойники затянули на шее жертвы веревку и душили до тех пор, пока она не потеряла сознание. Однако кувалда и хлыст просчитались. Они думали, что убили пожилую женщину, но та выжила, очнулась и после ухода преступников позвала на помощь. К ней в больницу пришли милиционеры, но она так и не смогла описать преступников. Бандиты всегда выбирали беззащитных граждан, часто пенсионерок. Они обычно действовали на окраине города или в каком-нибудь поселке, отдаленном от центра. Следующей жертвой кувалды и его сообщника должна была стать жительница Пионерской улицы, которая тоже сдавала квартиру. Но совершить налет до конца отпуска бандиты не успели, не подвернулась подходящего момента. Вернувшись в горловку, они приступили к работе, попутно подыскивая новых жертв. Одной из них стал богатый мясник из города Янакиева. Выследить его преступники смогли без труда. Они заказали кусок вырезки через посредника, а затем проследили, куда он пойдет за мясом. Напасть на мясника сообщники решили в дни ноябрьских праздников 1985 года. В доме мясника разбойники появились утром. Первым делом они вбежали в гостиную, где находилась невестка хозяина на последнем месяце беременности. Кувалда без раздумий нанес ей нокаутирующий удар в голову. Молодая женщина потеряла сознание, а позже лишилась ребенка. От следующего удара в голову погибла мать мясника, которая прибежала на шум. Но когда на помощь женщинам поспешили мужчины, которые находились в доме, кувалда и хлыст решили бежать. Неудача разозлила их. Выждав месяц, они заявились в квартиру замдиректора горловской шахты имени Ленина. Хозяина дома не было. Дверь бандитам открыла его 80-летняя мать, которую они сразу же забили до смерти. Обыскав квартиру, кувалда и хлыст нашли 300 рублей наличными и шкатулку с драгоценностями на сумму более 3000 рублей. Она через некоторое время привела к ссоре между бандитами. В шкатулке лежал перстень с красивым крупным янтарем. Кувалда хотел подарить его начальнице пожарной части, чтобы добиться ее расположения, но хлыст хотел оставить перстень себе. Бандиты даже подрались из-за него, а затем перестали общаться. Тогда кувалда решил действовать в одиночку. В феврале 1986 года он предложил своей сожительнице Татьяне Афонечкиной поехать в Сочи. Вместе они хотели напасть на ту самую жительницу Пионерской улицы, на которую не напали раньше. При этом Афонечкина выступала в роли потенциальной квартиросъемщицы, которая заранее позвонила хозяйке. Та обрадовалась будущей гости. В Сочи был мертвый сезон и комнаты в ее доме пустовали. Но когда хозяйка в назначенное время открыла дверь, то вместо Афонечкиной увидела кувалду. Тот одним ударом сломал женщине челюсть, а затем стал пытать ее, чтобы узнать, где она прячет деньги. Пытки продолжались несколько часов, но в итоге добычей грабителей стали всего 60 рублей. Уйти без шума преступникам не удалось. В квартире появился сосед, который собирался провожать хозяйку к вечернему поезду и помогать ей в поиске жильцов. Он оказался крепким мужчиной, выдержал два удара кувалды и, прежде чем потерять сознание, успел позвать на помощь. Бандит вместе с сообщницей успели ускользнуть за пару минут до того, как из соседних домов стали выбегать жильцы. После этого преступления кувалда понял, что ему нужен крепкий напарник. Но хлыст мириться с ним не собирался. И тогда кувалда предложил соседу и другу детства Валерию Сташуку стать его подельником. Жизнь Сташука была неустроенной. Он слыл тунеядцем, толком нигде не работал, но при этом имел на иждивение жену и маленького ребенка. Идея получить шальные деньги ему понравилась. Он даже предложил кувалде напасть на директора одного из пивбаров Горловки, о богатстве которого в городе ходили слухи. Пока подельники обдумывали план нападения, к ним примкнул хлыст. Он сразу же не взлюбил Сташука и стал предлагать кувалде расправиться с ним, поскольку тот якобы был слабым. На его место хлыст сватал своего подчиненного, надежного и крепкого пожарного Валерия Синилова. Подумав, кувалда согласился, и вместе с хлыстом они заманили новичка в Северск, где в условленном месте на берегу реки Бахмут их ожидал Синилов. Сташук почуял неладное лишь тогда, когда главарь напал на него. Кувалда пытался задушить противника, но тот успел прыгнуть в реку с низкого моста. Однако бандиты достали Сташука из воды, нанесли ему несколько ударов ножом, задушили и, привязав к его телу кусок кирпичной стены, бросили в реку. Вернувшись в Горловку, разбойники сказали жене убитого, что тот якобы влюбился в девушку из Прибалтики и уехал с ней на берег Балтийского моря. И жена Сташука, зная его, легко в это поверила. Между тем банда кувалда решила ограбить того самого директора пивбара, о котором рассказывал Сташук. Прежде чем пойти на дело, Хлыст одолжил у своего родственника, лейтенанта милиции, его служебную форму. Увидев на породе милиционера, обычно очень осторожный директор спокойно впустил его в дом. Вскоре хозяин скончался от болевого шока. Бандиты пытали его раскаленным утюгом, но не успели выяснить, где он прячет деньги. Потом домой вернулась жена погибшего, и ее ждали еще более жестокие пытки. Когда женщина, наконец, выдала тайник, где лежало всего 600 рублей, ее повесили на трубе парового отопления, а затем подожгли дом. Причем тушила его команда пожарных во главе с кувалдой и Хлыстом, которые успели добежать до работы и тем самым обеспечили себе алиби. Впрочем, оно им даже не пригодилось. На обгоревших телах эксперты не нашли ни ножевых, ни огнестрельных ранений. Поэтому сыщики предположили, что пожар в доме директора пивбара всего лишь несчастный случай. Узнав об этом, бандиты обрадовались и взяли на заметку способ сокрытия следов при помощи огня. Их следующей жертвой стала жительница Горловки Людмила Нахропенко. Она слыла зажиточной, потому что держала у себя около 50 свиней. Ближе к вечеру разбойники залезли к ней в дом через открытое окно и спрятались под кроватью. Дождавшись, пока хозяйка уснет, бандиты выбрались из своего укрытия и напали на нее. Людмилу связали, сильно избили и пытали раскаленным утюгом. А после еще живую облили найденным в доме самогоном и подожгли. Ничего ценного, кроме кошелька с остатками пенсии, в доме Людмилы им найти не удалось. Вообще, банда Данильченко отличалась цинизмом в своих действиях. Они не щадили потерпевших и, наверное, за людей даже не считали. После этого преступления Кувалда в компании Сенилова отправился отдыхать в Сочи. В конце июня 1987 года, изучая местную газету, они наткнулись на объявление о продаже импортной мебели, по другим данным магнитофона Скиф. Вскоре разбойники отправились к продавцу, инженеру Илье Прохоренко, жившему на улице 60-летия в ЛКСМ. Прохоренко встретил их как покупателей. Бандиты даже задаток дали. Говорили, мы у вас купим, вот вам задаток, мы придем еще. Они и правда вернулись, но уже не в качестве покупателей. Оценив богатую обстановку квартиры, они решили совершить налет. А глава семьи на свою беду подсказал удачное время. Обсуждая сделку с покупателями, Прохоренко обмолвился, что завтра отбывает в недельную командировку. Проводив мужа в командировку, Анна Прохоренко занималась домашними делами, а ее 10-летний сын Антон играл в своей комнате. Внезапно раздался стук в дверь. Едва открыв ее, Анна получила сильный удар в лицо и потеряла сознание. Затем в квартиру ворвались Данильченко и Сенилов с черными капроновыми чулками на лицах. Они осмотрели жилье, дошли до комнаты Антона и там хладнокровно забили мальчика кулаками. Затем отморозки взяли кухонные ножи и вернулись к Анне, которая едва пришла в себя. Позже судмедэксперты собьются со счета, пытаясь определить число ножевых ранений на теле женщины. Убив Анну Прохоренко и ее 10-летнего сына Антона, разбойники забрали из их дома 250 рублей, магнитофон скиф, импортный шампунь, алкоголь и пустые коробки из-под импортных сигарет в качестве украшения. К тому моменту банду кувалды в Сочи уже искали. Сыщики занялись ею после налета на пенсионерку с Демократической улицы. Они быстро поняли, что серия преступлений на берегу Черного моря делала рук приезжих преступников, гастролеров. Но дальше этого вывода следователи поначалу не продвинулись. Очевидцев этого убийства не было. Никто практически ничего не слышал и не видел. Тем временем кувалда вернулся в горловку и вместе с хлыстом отправился домой к одному из руководителей шахты имени Ленина. Убитый после пыток мужчина стал последней жертвой банды, не знавшей жалости. Бандиты попались на попытке продать орден Ленина, похищенный у одной из жертв. На это дело кувалда отправил свою любовницу Афонечкину. Она попыталась продать орден, содержащий драгоценные металлы, одному из знакомых стоматологов в Горловке, но тот вызвал милицию. На допросе Афонечкина заявила, что награду ей подарил случайный знакомый и до конца настаивала на этой версии. Подозреваемую отпустили, но установили за ней слежку. Вскоре Афонечкина вывела сыщиков на своих подельников. Когда она села в «Жигули» к кувалде, хлысту и Сенилову, группа слежения получила команду на захват. После недолгой погони всех бандитов задержали. По другой версии, на скамью подсудимых разбойников привела их любовь к красивой жизни. Своими кутежами, во время которых они спускали явно больше денег, чем зарабатывали, бандиты привлекли внимание оперативников Горловки. Была создана следственно-оперативная группа, в которую входило шесть следователей прокуратуры. Данное уголовное дело находилось на особом контроле в Генпрокуратуре СССР. В 1988 году на допросах Валерий Сенилов отмалчивался, и тогда к нему в СИЗО под видом обычного арестанта подсадили милицейского осведомителя. Вскоре он рассказал сокамернику, как расправился с семьей сочинского инженера, а позже дал официальные признательные показания и сдал своих подельников. Уже в ходе следствия выяснилось, что кувалда нередко использовал свое служебное удостоверение, представляясь пожарным инспектором или новым участковым, чтобы усыпить бдительность будущих жертв. Бандиты вели себя во время следственных действий настолько нагло, что поражали даже многое повидавших следователей. Они смотрели видео следственных экспериментов со своими адвокатами, чуть ли не как мультфильмы, смеялись, обсуждали действия каждого. Горькая правда стала шоком для ближайших родственников бандитов, которые отреклись от них и не ходили на судебные заседания. Первый подельник кувалды Валерий Герасченко был задержан после показаний главаря и за участие в нападении на супругов Амбарлий отправился в колонию строгого режима. Попала на женскую зону и любовница кувалды Афонечкина. В феврале 1989 года суд признал главаря банды и его подельников виновными в 32 разбойных нападениях. Тех троих приговорили к исключительной мере наказания. Верховный суд СССР, куда осужденные обращались с жалобами, оставил приговор без изменения. Казни кувалды и его подельники ждали несколько лет. Кровавым отморозкам было суждено стать последними смертниками, расстрелянными на Украине до введения моратория на смертную казнь.